Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Осторожно, мошенники! Глава первая. Разбойники с большой дороги. Подставы на дорогах. Как их избежать? Подставы на дорогах или умышленное совершение ДТП с целью последующего вымогательства стали очень частым явлением во всех крупных городах. На этом прибыльном бизнесе мошенники зарабатывают миллионы долларов в год, а потому подходят к делу серьезно и основательно. В группе риска водители среднего класса, то есть владельцы новых, отечественных автомобилей и сравнительно новых иномарок средней стоимости. На дорогие машины мошенники обычно не зарятся, поскольку владелец дорогой, статусной иномарки, вполне способен сам устроить им неприятности. Не интересуют аферистов и счастливые обладатели стареньких москвичей и запорожцев, ведь с таких водителей денег получить вряд ли удастся. Мошенники пользуются несколькими стандартными схемами, которые обычно срабатывают безотказно. Перечислим основные варианты подстав. Подсечка. Автомобиль мошенников отправляется на одиночную охоту. Он приближается к своей жертве сзади с правой стороны и ждет удобного момента. Когда ничего не подозревающий водитель начинает перестраиваться в правый ряд, мошенник услужливо притормаживает и дает понять, что готов пропустить в свой ряд. Как только жертва начнет осуществлять маневр и уйдет со своей полосы, мошенник резко ускорится и подставит правый бок своей машины под удар. Обычно этот вариант подставы используется в плохую погоду и в темноте, когда видимость ограничена. Коробочка. Жертва движется в среднем ряду. Слева рядом с ней едет провокатор. Обычно это новая дорогая машина. Слева, собственно, автомобиль мошенников. В определенный момент провокатор резко выкручивает руль в сторону жертвы, которая инстинктивно шарахается вправо. В это же время машина подставы увеличивает скорость и подставляет левый бок под удар. Провокатор быстро скрывается. Его задний номер обычно прочитают. Глава вторая. Бытовые аферисты, попрошайки, мелкие мошенники и прочие любители быстрой наживы. Работники ЖЭКа. Откуда ждать подвоха? Кем только не представляются мошенники в своем стремлении к быстрому и легкому обогащению. Нередко аферисты попадают в квартиры доверчивых горожан под видом работников ЖЭКа. Предлагают ремонт выполнить подешевле, сообщают, что собирают деньги на реконструкцию подъезда, играют роль сантехников, паспортистов и так далее. Активизируются аферисты ЖЭКовцы обычно к началу и окончанию отопительного сезона. В это время они совершают обход квартир якобы с целью проверить батареи, измерить температуру в комнатах и устранить протечки отопительной системы. Многие впускают жуликов в квартиры, а в скором времени недосчитываются денег, драгоценностей, мелкой бытовой техники и вообще всего того, что плохо лежало. Иногда доверчивые граждане сами отдают деньги аферистам. Например, на ремонт крыши или осушение подвала, платят мошенникам за обещание прописать родственников в квартире или оказать какие-то услуги. Чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры и одинокие люди. Но на самом деле аферисты всеядны и на крючок может попасться любой. Что нужно помнить, чтобы не стать их легкой добычей? Не открывать дверь никому из посторонних. Всегда иметь на видном месте записанный номер телефона ЖЭКа. Если к вам приходят якобы его работники, сразу звоните и проверяйте информацию. Если у вас просят денег за прописку или на ремонт подъезда, никогда не отдавайте деньги сразу. Скажите, что сами занесете в ЖЭК и сдадите в обмен на квитанцию бухгалтеру. Даже если вам не хочется обивать пороги казенных учреждений, откажитесь сдавать деньги сию же минуту. Пусть лучше... Сэмпл комплит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова